Всем большой привет! Я сажусь есть свою кашу-малашу. У нас уже обед, уже полдвенадцатого. Я просто занималась, поэтому мне уже можно есть. Здесь, если что, помидор, два яйца и чёрный бездрожьевой хлеб. Ну или не бездрожьевой. Написано бездрожьевой. Сегодня этот Крис Херри, его тренировка, меня просто добили. Это так тяжко. Вот я вам могу посоветовать. Занимаюсь-то я по той тренировке, которую я вам и показывала. И добавила уже две недели как тренировку. Крисом Хейра. Вот она. Делайте это каждый день, если хочешь шесть кубиков пресса. Если что, я не брежу кубиками пресса, просто держу себя в тонусе. И вот тренировочка такая мощная. Поэтому очень советую вообще этого мужчину. Он действительно показывает классные тренировки. Мы едем на массаж. Тут кто-то писал, почему доктор швартирин. Потому что сейчас у него вот это место рабочее. У него одна квартира была рабочая. Он уже, так как сейчас случились некие события. Да, он приходится. Ну как бы, ну что такого в этом нет. Ну, давай, выйдем, потом уже поговорим про это. Когда я расскажу результаты. Потому что они ездят. Ну, нам это интересно, послушайте. Столовая. Пицца с колышей. Блины с творогом прейдет. 17 ривен, поэтому черешка их берет. Они недорогие и вкусные. Короче, как вы поняли, я пришла на завод. Приехала с Лешей, с ним на работу. Он там себе разогрел еду. Он мне купил киткат, чтобы перекусить. То что-то есть хочу. Такая столовая, чистенькая, пахучая. Так, Леша с тетенькой общается хорошо. Он тут давно уже работает. Все его, наверное, знают. У нас сегодня неимоверная жара на улице. И здесь в кабинете так еще по-божески. Здесь вот окно. Открытое дверь. И как бы вентилирует немного воздух. Но если закрыть что-то из этого, это будет ужасно просто. Я знаю, что здесь собираются стоять кондиционер. Вроде бы завтра. Так, здесь все есть. Уля, зеркальце, календарь, рабочие столы, ноутбук, принтер. Леша, а, вот. Говорю, можешь взять папин, кофе, чай делать себе. Нормально, ребята. Малиновый чай здесь. Клосяк. Я такое еще не пробовала. Нормально тут ребята устроились. Вот чайничек. Все так чистенько, аккуратненько. Молодцы, мужички. Тут был цветок. Степан, как он себя чувствует? Ну, все же, что говорю. Он вроде нормально выглядит. Или это не тот цветок? Волосы вылазят. Сегодня я помыла голову и просто сделала косу. Даже не выравнивала, ничего не делала. Потому что сильный ветер. Я просто сейчас каждый день мою голову практически. Каждый день их выравнивать, волосы, это, конечно, ужасно. Еще и летом. Меня там спрашивали, какие у тебя волосы? Как это так? Это просто плойка. И парочка уходовых средств. Леш, это тот цветок, который страдал? Да. Так он хорошо выглядит. Более-менее. А что с ними так было? Я его звать Степан. Степан, давай помню. Он у меня желтый был. О, отошел. Он, наверное, на солнце у вас стоял. Нет, он не у нас. Он поймал их сок, чай. А, то есть вы забрали его сюда, и здесь он лучше. Да, но взялась и забрать, потому что у нас он умрет. Я буду своими делами заниматься. Благом, у меня сейчас зарядка осталась. Мне надо кое-что на моем день рождения продумывать. Вот. А Леша будет работать. Не буду ему мешать. Классный у вас там чай, Леша, малиновый. Это твои тесто, где вообще чай не пьет. Вообще. А кофе пьешь? Не кофе, ничего. Ты пьешь только томатный сок? Я пью томатный сок и компот в обед. Для меня это недавно было открыто, что Леша пьет томатный сок. Я вообще не понимаю людей, которые пьют томатный сок и ведет печень. Просто насыпно. Поэтому я ем и печень, и пью томатный сок. Не, я, например, вообще не могу его дожидать. Бе. Он специфический. Специфический, да. Работай все, не будем тебя отвлекать. Мы все. Вот вам немножечко работы. Что-то там, Леша, страшное делать. Какие-то чертежи. Да, чертежи. Леша еще и мастер прицепов. Ну, он этого не умел всего делать, научился. Ну, это такой примитивный чертеж, конечно. В общем, здесь всякая бумажная волокита, нет чертежи. Помимо этого, Леша ездит там по всяким делам на машине. И машина оказалась незаменимой для такой работы. Леша, тут разминка. Плановая. Леша не работает, а каждые 40 минут приходится разминаться. Тучи сгущаются. Наверное, дождь пойдет сегодня, и это очень хорошо. А то она и парила сегодня так. Очень парила. И, друзья, хочу вас предупредить. Украина, будьте внимательны. С 1 июля дорожают загранпаспорта. Это только сегодня я узнала эту новость. Я подписана на одно турагентство. Они выложили в историю, в Инстаграм, вот эту новость. Поэтому спешите, у кого еще нет, по старым ценам делать до 1 июля. Я тоже буду это делать, потому что до сих пор не передела загранпаспорт. Вчера я переделала идентификационный код. Причем очень быстро. Я пришла, заполнила бланк. И мне сразу же на месте выдали. Я пыталась только заламинировать. И поменял загранпаспорт. Потому что в Черногорию мы летали по моему старому еще действовал. Но сейчас уже не прокатит. Надо менять. Что скажешь по поводу мональной терапии? Отлично. Я не знаю, я не могу, опять же, ничего сказать плохого. Насколько я скептик. Но у меня спина в подку. Все, я неисус уже нормально. Сейчас он хребты мне делает, которые... Ну, при определенных упражнениях болела. Там между нападками позвонок. Пониже прессановая болела. Ну, не прям в пояснице. Поясницу он вроде бы более-менее раскатывал. И вот теперь, там, где болела на хребтах, он начал раскатывать. И полегче. Вот реально. Да, и мне. Я вчера на танцах начала уже делать прогибы назад. Большие прогибы. Потихоньку, да, спина ныла немного. Но у меня уже больше не было вот этого чувства, что мне что-то мешает, что я прям вообще не могу прогнуться. То есть это ушло. Я думаю, еще пару массажей. И то, что я занимаюсь, это все как бы дает о себе знать. Ну, я вчера уже заниматься начал. Да. Ну, уже можешь. И на скейт собираемся стать же, да. Да, ходных. Ходных. Как бы дела идут в гору. Все-таки мануальная терапия – это хорошая штука, но мы не можем ее прям советовать всем, потому что особенности всякие. Особенности организма. Да. То есть как бы эта штука может быть и не всем подходит, и может быть даже для кого-то опасной. И тут очень важно найти хорошего мастера. Этот человек уже, блин, больше, наверное, 15 лет он занимается этим массажем. Он как-то называется там... Как-то по-восточному, да, очень тяжелое название. Там вот это прям на каждую точку воздействия идет. Не могу сказать, что это сильно приятный массаж, потому что иногда доходит до того, что прям тебе ноги аж вот так вот колышутся, но это нормальная реакция. Потом тебе легчает. И вы так вот приседайте активненько. Приседку так поправил бы сейчас. Чармин. Крутип по сидячей работе очень важно приседать, вот кажется, честно. Да. Особенно мужчины. А еще делать разминку для глаз, если ты за ноутбуком сидишь. У меня тут вообще же освещение неправильно стоит. А что ты лампу себе не поставишь какую-нибудь? А я отцу тебе подарю. А, тебе нашла лампа, мы с ней снимали видео. Каши надоели. С одными днями едим каши. Разные каши, да, полезные каши. Но, блин, они уже так достали. Поэтому сегодня я варю макароны. И тушу говядину. И самое ужасное, что у меня дома все кончилось, и я думала, что у меня осталась томатная паста, лук, морковка. Морковка и лук пропали у меня. Каким-то чудесным образом. Томатная паста вообще закончилась. Короче, тушу я в воде и с капелькой самого изысканного соуса на свете под названием кетчуп. Надеюсь, тоже будет вкусно. Нарезала нам овощей. Это моя тарелка, если что. Потому что, блин, я люблю маленькие помидоры. А Леша я всегда, кстати, присаливаю овощи. Я ем без соли. Считаю, что если где-то можно обойти этот этап, я его обойду. Ребят, вот такой интересный момент произошел на днях. После того, как нас выложили несколько сайтов со статьей про то, что мы там были в Кривовке, что нам там то-сё не понравилось, мы выложили наше видео, где мы показывали обзор номера, нам написал владелец Мальты, владелец базы, на которой мы отдыхали. Мы не ждали, конечно, такого. Он, наверное, не знал, что мы там снимаем что-то. Может, и видел, что мы с камерами ходили, но не придало тому значения. И, наверное, обнаружил нас вот именно через одну из этих статей. Так вот, что он пишет. Добрый день, Алексей. Спасибо за адекватное видео. По кухне разнообразие убрали в этом году. Но если бы что-то заказали, поверьте, вам бы понравилась даже яичница. У нас реально вкусная кухня. А по поводу уборки. Убираем по просьбе отдыхающих. Извините, что забыли вас предупредить. Привет, Диане. Извините, если что-то не так. В общем, меня это сообщение прямо тронуло до глубины души. Я рада, что люди спокойно, адекватно отнеслись к тому, что мы сделали обзор и сделали обзор двусторонний. То есть сначала я очень обрадовалась, потом огорчилась тому, что уборки не было и тому, что кухня не сильно разнообразная. Но опять же, по поводу кухни, это скорее наши забаганки. Мы немного, наверное, разбалованы. Если мы приходим в кафе, нам надо что-то там побольше, да, выбор. Салаты греческие, цезарь и прочее. На самом деле, мы с собой привезли отбивные, поэтому, ну я же говорю, нам не было смысла идти есть там такую же самую еду. Ну, не хотелось нам как-то. Ну, как бы к кухне претензий нет. И женщина, которая там работает, она мне очень понравилась. Мне кажется, там действительно все чисто, аккуратно и вкусно. Кухня-то такое. А вот по поводу уборки, да, нам действительно не сказали. На сайте это не написано. Естественно, я сделала вывод, что раз стоят швабры, раз мусор не выносят, раз нам сказали, вот баки и все такое, и мусорные пакеты лежат, соответственно, я подумала, что здесь убирают сами. Еще мне в комментариях писали, что на базах отдыха не убирают. Но я не понимаю, как вообще не убирать, когда ты платишь деньги, ребята. Поэтому если вы ездите отдыхать и убираете сами, то это какой-то не очень классный отдых. Даже если вам приходится там чуть-чуть подмести или выкидывать мусор, все же это отдых. И, кстати, я хотела сказать, что вот нам еще дали вот такой магнит, когда мы уезжали. Здесь вот база отдыха с Мальта, дом отдыха и лечения, даже контакты. Ну, прикольно, на память. Так что в этом случае, раз вот по просьбе убирают, то да, это, конечно же, намного лучше. Поэтому если вдруг вас заинтересовала эта база, и вы захотите там отдохнуть, теперь вы знаете, что нужно подойти и сказать, вот мы хотим, чтобы нас убирали. Ну, я считаю, что лучше, конечно, когда уборка сразу включена в стоимости, об этом говорить не нужно. Но раз так, значит так. Мне в любом случае было приятно, что нам написали так, знаете, спокойно. Все рассказали, привет мне передали. Это действительно очень хорошая, приятная реакция от людей, потому что могла бы быть совсем другая реакция. Как бы, я вообще никакой не ждала. Но раз уж она случилась, то могла бы быть она иная. Типа там, ох вы, что вы там рассказываете? Эх вы козлы, не приезжайте больше на нашу базу и вообще удалите видео. Наше видео там пособирала просмотров первое. Не знаю, прикольно получилось, что так локально люди узнали немножечко о нас, посмотрели это видео. Если сейчас меня смотрят люди, которые подписались на нас благодаря вот этим статьям, то большой вам привет. Я рада, что вы теперь с нами, что вы на нас подписываетесь, нас смотрите. Поверьте, с нами будет интересно. Еще много чего интересного нас ждет с вами впереди. Как, например, ближайший праздник, день рождения моей мамы. Нам гости приедут, мама пригласила людей, поэтому мы будем не узким кругом, а уже побольше у нас будет. Но все увидите уже в новых-новых видео. Спасибо за то, что посмотрели обзор Нью-Чик. Там возврат товара есть, поэтому не переживайте, если будете заказывать все. Это честный, нормальный сайт, как и все китайские сайты. Есть и возврат, и за доставку где-то платишь, где-то нет. То есть изучайте информацию, там можно перевести на русский язык, и валюта разная есть. Я вам могу сказать, что на Нью-Чик очень классная вот эта вот категория с декором для квартиры, светильники, покрывала, коврики. Ну, реально это классно. Коврик вообще офигенный. Вот я советую заказывать коврики или что-то такое с Китая. И вот эта штука тоже оттуда, и картины оттуда. У меня скоро все будет из Китая дома. Но я спокойно отношусь к этому. Я уже вам не раз говорила, что я люблю китайские товары, они могут быть оригинальными. Я воспитаю какую-то любовь. Все, ребят, до новых встреч. Увидимся очень скоро с вами. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok